Равнодеянствие на Сатурне случается раз в 15 земных лет. Вот и в прошлом 2009 году планета повернулась к Солнцу, а значит и к Земле, боком. Орбитальный телескоп имени Хаббла воспользовался редкой возможностью и получил целую серию фотографий, на которых видны оба полица Сатурна. Из этих фото ученые сделали целый видеоролик. На нем видно сразу два пояса полярных сияний. Видно, как они вращаются вместе с планетой и как меняются со временем. Этот фильм составлен из фотографий, сделанных Хаббловским телескопом в январе и марте прошлого года, за несколько месяцев до самого равнодействия. Фото получены улучшенной камерой для обзоров ACS в синем диапазоне спектра, где свечение полярных сияний заметнее всего. Хотя Сатурн в 10 раз больше Земли, его магнитное поле чуть слабее земного. Тем не менее, по меркам Солнечной системы, Сатурн — сильный магнит. В линиях индукции этого магнита запутываются заряженные частицы, в первую очередь электроны, которые летят от Солнца. К полюсам линии становится гуще, и частицы оказываются пойманны между двух полюсов, без устали шныряя из северного полушария в южное и обратно. Когда электроны спускаются по магнитным линиям в атмосферу Сатурна, они могут ударить по ее атомам и возбудить их. Чтобы снять возбуждение, атомам приходится излучать свет. Это и есть полярное сияние. Изучать это явление очень важно. Само по себе магнитное поле не видно, а по яркости сияния восстановить его силу можно. Изучая кадры, полученные Хабблом, ученые пришли к выводу, что поле Сатурна асимметрично. Возле северного полюса оно сильнее, и частицы проникают в глубокие слои атмосферы, так что полярное сияние здесь ярче. Артем Тунцов, Никита Токарев, Infox.